Добрый день, коллеги. Всем известно, что вчера произошла трагедия. В ДТП попал автобус, в котором ехали юные спортсмены. Поэтому я предлагаю почтить минуты молчания погибших в автокатастрофе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Почему Югра была выбрана для проведения чемпионата России по лыжным гонкам в 2017 году? Как можете оценить уровень подготовки к соревнованиям? Вообще мы на протяжении последних лет пытаемся каждый год менять место дислокации для проведения чемпионата страны. Это для того, чтобы наши регионы развивались более интенсивно, непосредственно в лыжных гонках. Приблизительно три года назад была первый раз подана заявка от Югры. Но, к сожалению, наверное, не по нашим проблемам, не по проблемам Югры. Эти соревнования смещались два года по причине того, что здесь проходили другие крупномасштабные соревнования. Чтобы не было накладок, мы приняли такое решение, что будем проводить этот чемпионат страны в 2017 году. Что касается непосредственной подготовки, уже неоднократно здесь был представитель федерации, кто отвечает за гомологацию трасс. Это Игорь Владимирович Беломеснов. Собственно говоря, он с первого дня, как только сюда приезжал, информировал меня о том, что необходимо сделать. Здесь уже проведено очень много работы. Я думаю, что для таких любителей спорта лыжного и биатлонного не совсем понятно, что можно еще делать, когда у вас замечательный биатлонный комплекс. Но наши трассы не совсем совпадают. То есть для нас они должны быть более сложные. В связи с этим пришлось провести ряд, так скажем, работ. Но процентов на 97 все готово. Я уверена, что то, что необходимо сделать еще в снежном покрове, для того, чтобы провести именно чемпионат страны 2017 года здесь, это будет выполнено. У меня сомнений никаких нет. Спасибо большое. Игорь Васильевич, ну все-таки как вы считаете, какое место действительно лыжный спорт занимает в нашем округе? Что вы можете про это рассказать? Насколько он действительно важен и ценен для нашей территории? Ну здесь, наверное, добрый день, во-первых, всем участникам. Здесь, наверное, трудно переоценить значение лыжного спорта для Югры. Почему? Потому что мы северный регион, лыжи это исконно, это у нас в крови, наша национальная забава, образ жизни, я бы так сказал. Поэтому право проведения чемпионата России в 2017 году мы восприняли как некий вызов. И, собственно говоря, так к нему и относились, и решали этот вопрос. Как было Еленой Валерьевной замечено, мы практически уже сейчас готовы к проведению этого мероприятия. Я считаю, это мероприятие вызовет поистине небывалый интерес у югорчан, потому что давно не было лыжных гонок у нас в Югре. Спасибо большое. Ну что ж, коллеги, пожалуйста, передаю вам слово. Добрый день, Югры, меня зовут Альбина. У меня вопрос к Дмитрию Александровичу. Скажите, пожалуйста, как будет в дальнейшем развиваться лыжный спорт в округе? И какие поставлены задачи у нас? И вообще, может быть, состоится у нас все-таки марафон Югро-Локовской фронт-марсийской линии? Ну, сомнений быть никаких не должно. У нас развивается лыжный спорт благодаря и нашему правительству, тем усилиям, которые прилагаются, прежде всего, так сказать, правительственного автономного округа и Федерации лыжного спорта России. Напомню, что наша федерация сегодня лыжного спорта Югры пять лет была лучшей в стране. Только в прошлом году мы уступили первенство, да, заняли, правда, почетное второе место, но я думаю, мы подправим эту ситуацию. 14 тысяч человек сегодня занимаются, югорчан, в лыжных секциях различного уровня. То есть, вы знаете, сегодня это не только массовый спорт, с одной стороны, но и достаточно высокие мы достижения сегодня имеем, так сказать, и на мировой арене. Многие наши спортсмены входят в сборные, наши олимпийские чемпионы, и Легков, и Дементьев. То есть, это как бы вершина нашего айсбурга. Но еще раз напомню, 14 тысяч югорчан сегодня занимаются в секциях, в детских спортивных школах и так далее, и так далее. Поэтому этот чемпионат, это будет очередным этапом, это через 10 лет мы проводим его. Последний чемпионат России у нас состоялся в предыдущем, в 2007 году. Это даст определенный толчок развитию и детского спорта, и поднимет интерес к лыжам, к югре. И несмотря на то, что чемпионат России, это внутреннее соревнование, он будет достаточно интересен, будет привлечено внимание и международное, поскольку наши спортсмены, они занимают лыжники, ведущие позиции в мировом, так сказать, рейтинге, да. И чемпионат у нас проводится открыто, вот мы с Евгением Леонидовым говорили сегодня, да, на эту тему, что могут принять участие и другие лыжники, как бы завершая, так сказать, сезон. То есть, у нас открыты двери для этого. Что касается, у Горского лыжного марафона состоится ровно через неделю, он уже будет пятый по счету у нас, так сказать, марафон. Я думаю, рекордный даже по количеству участников. Уже сегодня несколько сотен уже заявок, да, в том числе из пяти стран мира. По-прежнему у нас будет финал Кубка World Cup, это мирового Кубка марафонов. Мы подписаны в соглашение с Международной Федерацией Лыжного Спорта Свис. Марафон у нас очень, вы знаете, популярный. С легкой руки Елены Валерьевны, которая открывала наш первый марафон. Благодаря поддержке, значит, нашему правительству Натальи Владимировны Комаровой лично, да, этот праздник будет, в котором можно будут принять все наши югорчане. Поэтому приглашаем всех вас на лыжню. 8 апреля у нас состоится старт, да, и всех вас будем рады видеть на этом празднике. Здравствуйте, меня зовут Диляра Вагитова, ГТРК «Югория». Игорь Васильевич, у меня к вам вопрос. Какие лыжники будут представлять Югру на этих соревнованиях, и какие у них шансы на победу? Ну, как всегда, я думаю, этот вопрос, наверное, более по компетенции, наверное, адресовать стоит Сергею Михайловичу. На чемпионате России будут выступать сильнейшие лыжники. И те люди, которые сейчас выступают на Кубке России, на всероссийских соревнованиях, они набирают определенное количество очков. То, что члены сборной команды страны, это шесть человек, которые у нас находятся на подготовке, они уже, я надеюсь, и защищают нашу страну на этапах Кубка мира. Они здесь будут выступать, как говорили, и олимпийские чемпионы, и хотел упомянуть Сергея Устюгова, который буквально выходные на одном из этапов Кубка мира занял третье призовое место, тем самым поддержал нашу игру и нашу Россию. Вот, и надеемся на них посмотреть здесь, и здесь будет сильнейшее, ну, какое количество, ну, я думаю, не менее 10 и 15 человек, фамилии всех перечислять, я думаю, нет смысла, но они будут здесь. Валерий Михайлович, у меня вопрос к вам. Может быть, вы можете подробнее рассказать о том, как проходит подготовка, есть ли какие-то проблемы и какие пути их решения? Спасибо за вопрос. Елена Валерьевна уже сказала и оценила по достоинству нашу проделанную работу по подготовке, потому что работа была начата еще прошлым летом, когда было принято решение, выставила заседание оргкомитета, и тогда уже начали работу, и мы понимали, что трассы у биатлонистов, трассы у Лыжников, это совершенно разные трассы, с учетом того, что будет и марафон, поэтому после призыва технического делегации в ФИС мы понимали, что это будет совсем другая работа, поэтому было подготовлено два круга, 3,5 и 6,5 километров, потому что дистанция марафон, это совершенно разное, в отличие от биатлонистов, которые бегут там по кругу 1,5-2,5 километра с заходом на стрельбище, то здесь и дуатлон 30 километров с переодеванием лыжников после 15 километров, плюс 50 километров. На сегодняшний день трассы практически готовы, Ирина Валерьевна убедилась, проехав по трассам, посмотрела, нам осталось разобрать тренерскую биржу и сделать разворотный круг у огневых рубежей. В принципе, трассы готовы, техника готова, то есть люди готовы, понимание полное есть, поэтому я думаю, что каких-то вопросов не будет, и все это мы проверим на первенстве Уральско-федерального округа, чемпионате Уральско-федерального округа, который начнется 24 января 2017 года, там мы отработаем последние, может, какие-то стрижки, замечания, и думаю, что в полной готовности подойдем к чемпионату России. Елизавета Угутовская, Радио Югра. Елена Валерьевна, Вы сказали, что у биатлонистов трассы, ну, немножечко попроще, вот расскажите о технических особенностях трасс для лыжников. Ну, они отличаются от биатлона в основном протяженностью и радиусом угла для подъемов. Все остальное, в принципе, конечно, у нас тот же лес, почти те же круги, то есть если им не нужны такие длинные и такие, ну, как бы, ну, то есть у нас она просто, просто она у нас сложнее, чем у биатлонистов, там, так скажем, на порядок. Такие, да, перепад высот там разные, но что касается, в принципе, у нас, наверное, еще как камень преткновения был стадион, который достаточно узок для нас, у нас сейчас должен быть большой, поэтому вот пришлось вам убирать там, ну, то есть на стадионе тоже делать некую реорганизацию. Хотя 10 лет назад, скажем так, все было, на вашем стадионе все было хорошо. Выросли просто новые, новые здания выросли, которые сейчас требуют неких доработок. Анна Шуркевич, телекомпания «Югра новости». Я не знаю, кому адресовать, наверное, все-таки Валерию Михайловичу. Как реорганизовали биатлонный центр? Поподробнее расскажите, пожалуйста. Мы разбираем тренерскую биржу, если вы понимаете, что это такое, да, где стояли тренеры, и с трубой смотрели, как стреляют биатлонисты, да, то это мы сейчас убираем. И где рубеж сейчас, то есть, где биатлонисты ложились, и впереди был 50 метров мишенной установки, то сейчас там будет разворотный круг. И, то есть, вся поляна будет выделена под стартовый и финишный городок, потому что там места действительно не хватает, потому что, если вы смотрели лыжный спорт, то есть, если будет бежать там 120 человек в дуатлоне, да, то надо, у каждого должно быть до метра, чтобы там запасные лыжи, палки, ботинки, вот, посчитайте, то есть, это должно быть там около 100 метров, чтобы только было место, чтобы им переобуться. То есть, вот это техническое новшество, которое в связи с новыми дисциплинами, поэтому и новые требования к стадиону. Ну, к Валерию Михайловичу добавить хочу, что сделаны по требованиям гомологации. У нас два круга, как сказали, один 3750 и один 6250. На круге 3750 не хватает высоты, перепада высот. Сделано с помощью игры «Мегаспорт» в снеге, сделано две четырехметровые кучи, где набирается, трасса будет проходить в одном месте три раза, а в другом месте будет один раз проходить по этой четырехметровой куче, чем мы набираем определенный перепад высот, который минимальные требования для лыжников. То, что касается нижнего круга, там все, в принципе, нормально. И по стадиону, да, там требуется разобрать биржу для того, чтобы была возможность для переодевания поставить около 120 буксов. На это потребуется около 130 метров. Сейчас эта проблема решается тем, что разбирается биржа и будет разворотная в районе стрельбища, в районе первой установки. После чемпионата это все вернут на место или так и оставят уже? Конечно, вы не забывайте, что у нас же еще в марте месяце, кроме всероссийской спартакеады, инвалидов, сразу чемпионат России, потом первенство по биатлону, потом спортивная элита, потом югорский марафон. То есть такой насыщенный у нас марс, переходящий в апрель. Поэтому, конечно, это все вернется обратно, и мы восстановим обратно все. Елена Валерьевна, к вам вопрос такой непростой. Я бы даже, наверное, сказал, больной и для всех жителей нашей страны, и для болельщиков в особенности. Можете ли вы спрогнозировать, не будет ли вот с нашими лыжниками такая же ситуация, как сейчас была с лейкоатлетами на прошедшей Олимпиаде? Нет ли таких каких-то нехороших предпосылок? Все ли будет у нас хорошо? Допустят ли нас всех? Но это касается не только лыжных гонок. Мы все ждем 9 декабря, и какой будет новый доклад или дополнение к докладу Макларена, мы не знаем. Но я знаю одно, что спортсмены-лыжники не употребляли допинг до Олимпийских игр в Сочи, во время Олимпийских игр и после. Поэтому у меня на этот счет, насчет нашей честности никаких опасений нет. А уже как там люди придумывают, это уже сложно сказать. Потому что их фантазии, они как-то безграничны сразу. Я знаю, что у руководителей лыжного спорта есть желание провести здесь и может быть Кубок мира, и даже Чемпионат мира по лыжероллерам. Если будет хорошая лыжероллерная трасса, как раз на нашем круге, это гораздо быстрее получить, чем даже Чемпионат России может быть. Соревнования лыжные, но одна лыжероллера... Есть такая перспектива? Да, они достаточно легко отдают Кубок мира. Лыжероллер? Я понимаю, лыжероллер, а лыжные именно лыжи? Ну, к сожалению, ФИС на Кубок мира по лыжам относится достаточно трепетно. У нас уже на протяжении, по-моему, вековом в одних и тех же местах проходят лыжные гонки. Мы очень с трудом объясняли, почему мы должны уйти из Земина в Тюмень, по причине того, что там просто была тотальная смена руководства, не было понимания к нашим проблемам. Как вы понимаете, любые такие масштабные соревнования без хороших спонсоров не могут пройти в нашей стране. Мы не Италия, где просто коммуна собирается и проводит, сбрасывая свои личные деньги, каждый просто, кто любит вид спорта, лыжные гонки. Поэтому для нас было, в принципе, где-то даже удивлением, что они достаточно быстро согласились на Тюмень. Будет ли она в будущем, никто не знает. Все будет зависеть от того, как там сейчас пройдет, и как много там будет потом биатлонов. Потому что мы тоже с ними имеем некие, ну, как бы, пересечения временные. Сейчас по логистике, по всему у нас будет очень хорошо. То есть они проводят Кубок мира по биатлону. Мы находимся в это время в Холмин-Колине в Норвегии. И потом у них должны они переехать в Холмин-Колин. То есть мы чартером лыжников биатлонистых перевозим. Потому что все это очень, ну, как бы, и затратно и так далее. Но если сейчас чемпионат страны пройдет хорошо, я думаю, что мы можем спокойно подавать заявку. ФИС рассматривает, как правило, новый город в этой стране приблизительно 5 лет. Вот. То есть раньше не идут. А если вы еще как страна не были, то это минимум 10, а, в общем, по большому счету можете и не заявляться. У нас ФИС очень консервативен. Он очень тяжело относится к новым местам. И, в общем, как-то... Ну и есть, конечно, такие, как бы, опасения. И в этом году, что мы все ждем 9 декабря, после чего будет, на самом деле, принято решение, будет ли в этом году проходить международные старты такого уровня в России. Я тут вклинюсь немножко. Проведение по лыжероллерам этапа Кубка мира и Чемпионата мира – это намного легче. Там в соответствии лыжероллерной трассы и, возможно, даже проведение это в центре города. Это семья ФИС. И ФИС сейчас настроен с этим комитетом по лыжероллерам охватить как можно больше стран. Не только северные страны, где есть снежное покрытие, а еще и может быть там яхрику и все остальное, именно вот лыжероллерным направлением. То есть как можно больше людей хватить. И мы, ну, если при желании, можем попытаться помочь это направление поразвивать. И это будет один из плюсов для того, чтобы, как вы говорите, этап Кубка мира по лыжным гонкам здесь провести. То есть представители ФИС здесь будут, посмотрят, и определенное мнение сложится о нашем округе. Спасибо. А у меня уточняющий тогда, Дмитрий Александрович, есть вопрос. А у нас тогда действительно есть спортсмены, которые лыжероллерами занимаются? Насколько у нас общие тараты? Ну, а как же, Алиса? Кто занимается лыжами? Ну, я не могу подробно рассказать. Но если тот, кто стоит на лыжах, во всяком случае, сборных команд округа, правильно, Сергей? День 9, чемпион мира лыжероллер. Да, они все катаются на лыжероллерах и имеют очень хорошее высокие достижения. Но вы тоже так не думайте, что это все просто. Все-таки есть лыжеролисты, которые в основном специализируются только на лыжероллерах. И, в общем-то, Дементьев, Нортук, Бёргин – это достаточно редкие исключения из правил, честно сказать. То есть за то, чтобы там выиграть, надо специально делать. Например, да, Евгений Дементьев позапрошлым году стал чемпионом мира по лыжероллерам. Но это там подъем в гору у них есть такой. А в этом году был только вторым. То есть там есть определенная конкуренция. И это тоже очень серьезный вид спорта, где участвуют и специалисты по лыжероллерам, и лыжники-гонщики. Евгений Дементьев, а у вас еще, знаете, что я хотела спросить? А вы можете как-то оценить вклад вообще Югры, нашего округа, вообще в лыжный спорт страны? Вы знаете, я, наверное, самый меркантильный человек в плане такой оценки, по причине того, что для меня, безусловно, в первую очередь, конечно, я занимаюсь, и на самом деле я очень много езжу по нашим регионам, встречаюсь с руководством, и зачастую там стою на коленях и умоляю, прошу, собственно говоря, не себе какие-то блага, а именно для того, чтобы наш вид спорта развивался, чтобы продвигался и так далее. Отрадно, что, ну, зачастую я слышу, как говорится, конкретный ответ, не то, что мне говорят «да-да», а потом забывают, а именно происходят определенные дела, так же, как и здесь, в Югре. Я очень благодарна Наталье Владимировне за ее, так скажем, понимание и достаточно быстрое реагирование всегда на все мои просьбы и так далее. А что касается такой общей, да, я могу сказать, что, безусловно, как руководитель уже Федерации лыжных гонок России, с меня в Министерстве спорта или там в Олимпийском комитете не спрашивают, сколько лыжников вообще занимается в нашей стране, а сколько лыжников подготовлено там на чемпионате мира, станут чемпионом мира, Олимпийских игр. Поэтому в связи с тем, что у нас Югра представлена в сборной команде очень плотно и большие надежды на определенных спортсменов есть, безусловно, это самый большой вклад. И тем более, что такие, как Сергей Устюгов, это некупленные спортсмены. Я всегда к ним отношусь по-другому. Те люди, которые не ищут, как говорится, где все-таки более материально хорошие блага. Я понимаю, что в Югре и лучше, чем здесь, может быть, только Тюмень может с вами как-то сравниться. Но, тем не менее, люди зачастую там делают параллельный зачет и так далее. Здесь, в общем, ваш вклад, он объективно, на самом деле, колоссальный. Елена Валерьевна, подскажите, вот на кого вы делаете ставку? Как вы думаете, кто победит? Ну, наверное, я могу так ударить себя в грудь и сказать, что Сергей Михайлович не даст соврать, что последние года четыре точно у нас принимают участие в чемпионате страны все члены сборной. То, чего не было раньше, с чем я изначально, когда пришла работать, боролась. Потому что я считаю, что свой хлеб надо отрабатывать. И для регионов это очень важно, чтобы спортсмены такого уровня, как члены сборной, находились именно на подобных стартах. Нам никогда не делали в свое время поблажки, мы участвовали и, честно сказать, гордились тем, что мы становились в очередной раз или в первый раз, там, в десятый чемпионом страны. Сейчас есть, ну, была такая тенденция, что мы устали, у нас было очень много стартов и так далее. Но последние годы этого уже так у нас не прослеживается. Бывают, на самом деле, какие-то форс-мажорные обстоятельства. Человек реально заболел, там, приехал только на одну гонку или приехал, пытался участвовать, но что-то случилось и не смог. Поэтому, ну, я уверена, что, наверное, в своем регионе будут бороться и Устюгов, и Устюгов, который еще пытается доказать всем, что у него есть порох в пороховницах. Вот, и Антон Гафаров, и девчонки ваши очень хочу увидеть на пьедестале не только чемпионата страны, но и на Кубке мира, и на чемпионате мира, там тоже Полину Кальсину. Для меня она все-таки ближе, как Медведев, поэтому... На самом деле, у вас хорошая команда, и я думаю, что многие из них имеют полное право побороться за пьедестал.